здравствуйте в свое время я делал обзор на вот этот вот довольно спорный налопник но сегодня разговор не про него а про его старшего брата вот он и так что мы здесь имеем это фонарь от компании яркий луч который носит довольно сложное название lh 190 cobra пусть будет просто кобра и так что это за кобра такая что за зверь такой смотрим светодиод с очень таким специфическим рассеивателем который позволяет давать яркое свечение но она не дальнобойная но об этом отдельно посмотрим на примере так сказать дальше кнопка сверху нас располагается кнопка как видите она грязная почему она грязная потому что выполнена из-за материала прорезиненного и вот этот материал он очень склонен быстро пачкаться ну своеобразный минус хотя с другой стороны вот сочетание черного с салатовым она очень приятная на самом деле не знаю насколько точно передается цвет но впрочем есть меня фотографии сделаны при дневном свете там все это хорошо заметно дальше с другой стороны с стороны у нас зарядка зачем здесь нужна зарядка дело в том что этот фонарь рассчитан рассчитан на аккумуляторы 18650 и здесь действительно стоит аккумулятор 18650 прямо от производителя до фонарь поставляется с аккумулятором в комплекте это плюс до определенной степени а вот зарядка это я бы сказал такой сомнительный плюс встроенная зарядка тут в чем прикол фонарь используется но не долго на самом деле две-три недели и вы отчетливо можете видеть что зарядка плотно не закрывается она должна закрываться плотно чтобы туда не попадала ни грязь не пыли не тем более влага иначе фонарю придет смерть да но при этом изначально изначально ну вот как видите она просто сама собой отходит минус это явный минус со временем скорее всего на просто отвалится дальше что у нас внутри ну не буду говорить про держатель до обычный налобный держатель даже написан яркий луч ничего особого если честно регулятор регулятор довольно интересный да он такой плавный можно выставить любой угол и это здорово на самом деле это прикольно но это было и в маленьком да здесь ничего особого нету дальше что у нас внутри давайте разберем посмотрим так здесь вот за такой вот крышкой сразу можете оценить качество продукта да не очень впечатляет правда более того если внимательно посмотрите здесь пружины вместо пружины используется пластина именно пластина подпирает аккумулятор причем с двух сторон пластины установлены думаю видно и качество тоже заметно ну не особо если честно она радует ну да ладно работает ведь работает вот эти вот пластины вместо пружины имеют свои минусы причем действительно важные минусы если посмотрим на аккумулятор даже точнее сравним с другим аккумулятором моим во первых здесь используется крайне нестандартно ну как сказать крайне просто нестандартный аккумулятор 18 650 он во первых длиннее на 2 миллиметра а во вторых у него выпуклый контакт да здесь плоский а здесь выпуклый и именно из-за этих характеристик из-за того что он длиннее и у него выпуклый контакт другие аккумуляторы 18 650 сюда просто так не поставишь приходится мудрить до подкладывать что-то это честно говоря не очень удобно давайте посмотрим что за аккумулятор идет в комплекте 18 650 ну на самом деле как я уже сказал это скорее 18 670 потому что он на 2 миллиметра больше чем надо 200 2200 матч если честно померить мне нечем но на 4 часа которые заявлены не хватает батарейки точнее аккумулятора не хватает то есть скорее всего емкость у него поменьше будет чем 2200 матч но это не смертельно учитывая цену аккумуляторы эти могли бы стоить если бы они были качественные бы стоили гораздо дороже соответственный комплект стоил бы гораздо дороже ладно простим это китайцы но не простим то что они используют крайне нестандартные аккумуляторы длинные да еще и с выпуклым контактом такие не везде найдешь простите поставить аккумулятор на место это вообще отдельная песня смотрите сами ставим аккумулятор и пытаемся закрыть а кстати пытаемся закрыть тут наверное вам не очень хорошо видно но здесь они даже поставили уплотнительную резинку правда я сомневаюсь что она спасет от попадания воды вовнутрь но как бы есть по крайней мере от грязи от пыли помогает наверное и так пытаемся закрыть и не очень у нас получается в чем то дело тут в принципе используется даже не резьба тут здесь надо хитро подгадать чтобы крышка попала в паз крайне неудобная система просто крайне неудобная система данный фонарь имеет три режима работы это 190 60 и 10 люмен по крайней мере так заявлено вполне может быть светит неплохо но это я покажу отдельно что касается цены данного фонаря в россии он продается где-то примерно за 20 долларов честно говоря я не совсем понимаю за что здесь хотят 20 долларов но да ладно по моему за 20 долларов можно найти более интересные варианты возможно даже не 18 650 но тем не менее более интересные более надежные а то как-то не прошло еще и месяца а он уже начинает разваливаться не хорошо если честно и еще один интересный момент который подметил связанные с этим фонарем смотрите внимательно этот фонарь выпускается под маркой яркий луч до яркий луч смотрите как говорят как говорится за руками а этот с абсолютно тем же дизайном с абсолютно тем же дизайном выпускался по крайней мере раньше под маркой трак да как вам китайцы умудрились один и тот же дизайн продать будем разным брендом молодцы китайцы да кстати кто сомневался фонари делают в китае но я думаю тут все даже без напоминания об этом догадаются ну вот это меня честно говоря поразило два разных бренда закупают у китайцев один и тот же дизайн и у них это не вызывает вопросов не хорошо как-то честно говоря не хорошо ну да ладно выбирать вам как по мне вариант так себе если маленький еще более-менее то вот этот взрослый так сказать слишком здесь много косяков пока к сожалению моя камера отказалась записывать тесты на улицу в морозную погоду поэтому показываю в домашних условиях и так включаем включается изначально самый мощный режим 190 люмен очень ярко на самом деле свет такой рассеянный без каких-то засветок до равномерный но с другой стороны он очень недалеко бьет буквально на несколько метров вокруг видно и еще что меня очень сильно напрягает это звук слышите вот это верный признак дешевизны китайского товара да вот этот шум неприятно если честно ну да ладно давайте следующий режим второй режим 60 люмен и последний приходится так перещёлкивать чтобы дойти до нужного режима это режим в 10 люмен на самом деле очень даже неплохой режим чтобы показать я специально книгу принес знаете вполне можно читать при нем очень даже неплохо и еще одна интересная фишка есть кстати говоря если зажать кнопку на фонарике то происходит плавное изменение яркости до зажимаем как видите уровень яркости меняется ну относительно плавно я вижу что на камеру это не так красиво отображается как в реальности но поверьте глазу это эти помехи не видны вот как то так человек ну ну еще много все это